Всем привет! Я приехала забирать матрешек. Очень девочки просили показать, как Саша оформит матрешки. В предыдущем видео вы можете посмотреть подробное видео о багетной мастерской. Посмотрите, как классно Саша подобрала оформление. Мы с ней вместе выбрали вот этот багет под дерево. Но вот этот подрамничек Саша уже придумала сама. То есть, посмотрите, сейчас на камере, наверное, плохо видно. Вот здесь зеленый подрамничек, здесь желтенький, здесь розовый и здесь голубой. Видите как? То есть, оформление одинаковое, но немножечко отличается. Супер! В общем, эти работы сейчас поедут уже на то место, где будет выставка. Там их развесят. И 30-го. 30-го уже можно будет посмотреть поподробнее. Я 30-го на выставке планирую быть в 12 часов открытия. И поснимаю там работы девочек и свои работы. И как раз к 30-му еще Саша сделает мою шкатулочку, и вы ее сможете увидеть. Ну, в общем, вот такая вот красотища. Сейчас забираю и везу на выставку. Саша, моя шкатулочка, когда будет готова? Я пока ее доделываю, она в работе. И 30-го я привезу ее непосредственно на выставку. Мы ее водрузим на положенное место. Хорошо, там и встретимся. Девчонки, всех вас ждем. 30-го в 12 часов по адресу Дружбы, 13. Девочки, вот я вам в прошлый раз показывала вот этого котенка. Вот эта работа была на начальной стадии оформления. И вот, смотрите, Саша завершила. Вот такая получилась красивая полочка. У меня на канале есть вкладка, у всех, в принципе, есть. Это вкладка сообщества. И там я добавляю записи. И сейчас еще есть вкладка сюжеты. И вот там в коротеньких сюжетах я из Инстаграм тоже Сашины ролики сюда добавляла себе на канал, чтобы вы смогли посмотреть. Потому что много было запросов посмотреть, что будет в готовом виде. Вот, видите, девчонки. Я больше не смогу приехать в ближайшее время к Саше в мастерскую. Вот, поэтому вот что есть готовое, я вам показываю. И вот, смотрите, физалис вот такой красивый. В прошлый раз его не было. Как раз вот за эту неделю Саша чью-то работу оформила. Девочки ей присылали. Еще, девчонки, такой вопрос вы задавали. Можно ли узнать, кто автор схем, которые я показывала? Но нет возможности узнать, потому что Саше работы присылают по интернету. И вести с каждым переписку, кто автор, где купили. Ну, вы же понимаете, это нереально. А с моей работы, вот, которые я вам показывала, я вам подробно говорю, где купила, у кого купила, кто автор. Но каждый день писать Саше, чтобы она у своих клиентов спрашивала, кто автор работ. Девчонки, это нереально. А то Саше некогда будет оформлять все вышивки, только будет переписку целый день вести. В общем, вы все вопросы, которые задаете под моим видео, если я ответ знаю, я вам отвечаю. Если ответ не знаю, то, девчонки, увы, я Сашу напрягать не буду ежедневной перепиской. У нее очень много работы. Очень надеюсь на ваше понимание. Ну, что, матрешки оформлены. Шкатулочка тоже оформлена. Я сейчас не могу вам ее показать. Саша ее сразу привезет на выставку. Я ночь не спала. Довышивала пирожное. Потому что хочу к завтрашнему дню, завтра 30 число, в 12 часов выставка. По адресу Дружба 13 открытие будет для Оренбургских, говорю. В общем, нужно мне шить мешочек. Что я планировала сделать вот из этой вышивки. Это будет прикладная вещь. В общем, это будет мешочек для новогодних подарков. Ну, для сладостей. Ну, то же самое, что новогодний сапожок. Кто-то сладости складывает в сапожок. Ну, а у нас нет такой традиции в сапожок. Мне, в общем-то, все равно, в сапожок или в мешочек, девочки. Я буду делать вот такой вот мешочек. Это будет серединка. Это будет низ и верх. То есть, хочу сделать, возможно, как паспарту. Возможно, как паспарту. И обратная сторона будет вот такая. В общем, будет вот такой новогодний мешочек для сладостей. Но, на самом деле, не шила уже давно. Шить ее и раньше-то не любила. Сейчас, когда машинку не доставала, тоже не очень-то хочется шить. В общем, девчонки, почему у меня всегда вышивки лежат, которые я планирую оформить в прикладные вещи. То есть, либо я не планирую оформлять такие вещи. Если планирую, то они подолгу у меня лежат. Но, поскольку завтра выставка, нужно обязательно это сделать. Не люблю. Как у меня это получится, не знаю. Не знаю. И смотрите, что еще я лопухнулась. Вот видите кусочек ткани? Нужно было расположить вот так. То есть, чтобы вот здесь было больше запаса, чтобы боковинки не пришивать. А сейчас получается, по-моему, маленькая будет ширина мешочка. Хотя можно сделать маленький, конечно же, мешочек. Не обязательно его делать огромный. Вот. Но, вот я не знаю пока еще добавлять или нет. Здесь справа, слева. В общем, надо как-то это еще вымереть. Но, вот я вам сейчас показываю творческий процесс. Я еще сама не знаю. Я пока думаю. Но в конце видео вы посмотрите, что у меня получилось в готовом виде. Ну, то есть, то, что сверху и снизу будут снежинки, это однозначно. А еще я не знаю, внутрь добавлять ли мне белую ткань. Наверное, придется добавлять. Потому что, видите, равномерка она очень тоненькая. Просвечивает. Вот моя изнанка. Изнанку делала аккуратную, потому что думала, что она будет открыта. Но, на самом деле, можно просто белой тканьюшкой закрыть. Белую тканьюшку я не купила. Если я сейчас найду у себя в запасах белый ситец или белую бязь, то добавлю. Если нет, то не добавлю. Ну, в общем, вот так творческий процесс пошел. Сейчас достану машинку. Надеюсь, я не разучилась шить. Девочки, я по-своему творю-вытворяю. А Алина по-своему. Дочка у меня вяжет вот такие игрушки. У нее есть группа ВКонтакте. Она делает их на заказ из велюровой пряжи. Вот такие вот оленятки. И смотрите, что она сегодня сотворила. Какая белая мышь. Девочки, смотрите, какая прелесть. У меня просто серой пряжи нет. Серой пряжи нет? Но белая очень эффектная мышь. А какая юбка у нее пачка. Она балерина. Посмотрите, какая красивая мышь. И она какая огромная. Такой схемы нет в интернете. Можете не спрашивать. Да, девочки. Эту схему она составляла сама. Алина, ты будешь когда-нибудь мастер-классы снимать? Когда-нибудь буду. Когда-нибудь Алине жалко время тратить на YouTube. А вот посмотрите, какую она сделала схему. Огромная игрушка. Большая. Намного больше, чем оленята. Супер. Привет-привет всем. С наступающим вас Новым Годом. Вот у вас свой. Ну, тут получается четыре ряда. Супер. Я сделала один сначала. Потом думаю, что-то не хватает. Надо еще добавить. Ну да, пачка должна быть такая пышная. Что, из третьей еще здесь? Хватит. Нет, нормально. Некоторые девочки удивляются, почему я сейчас мало вышиваю. Что у меня на канале мало вышивки. Ну, это нормально. Потому что у нас большие планы. Кто подписан на мой канал Жили-были, те прекрасно знают все наши новости. Посмотрите, какой у меня раскардаш. Чемоданы, коробки, сумки. В буквальном смысле мы сидим на чемоданах. Потому что у меня скоро будет не просто рукодельный уголок, где ничего не умещается, а скоро будет рукодельная комната. Так что вот, видите, все уже практически собрано. К переезду, можно сказать, готова. Хотя я не уверена. Девочки, абсолютно некогда вышивать. Наша реальная жизнь, она гораздо насыщеннее, чем виртуальная. Поэтому вышивка пока уходит на второй план. Я считаю это нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Вот с этой тканюшкой надо быть внимательнее. Видите, елочки все направлены в одну сторону. Поэтому нужно перевернуть. Для того, чтобы верх мешочка был вот здесь. Если вы шьете, обращайте на это внимание. Вот я выкрыла. В общем, вот так будет это выглядеть. Сверху снежинки и снизу. А здесь будет мешочек завязываться. Обратная сторона будет синяя. Как я уже говорила, елочки должны быть направлены вверх. И все-таки я нашла белый тонкий ситис. И сделала внутреннюю подкладку. Потому что все-таки вот этот тканюшка просвечивает. Ну, чтобы он был немножечко поплотнее. И для того, чтобы не обметывать швы. То есть швы все будут заправлены внутрь. Будет чехольчик этот внутренний. И не придется мне верлоком или зигзагом обрабатывать шовчики. Вот такой получился мешочек. Он еще не до конца закончен. В принципе, он закончен. Но я хочу рассказать, что я дополнить еще хочу. В общем, пришила вот такую тесемочку. Ну, как-то здесь зелененько, здесь зелененько. Чтобы так фрагмент был завершен. Так, здесь пришила вьюночек. Хочу, возможно, пришить бусинки. Вот здесь я пришила кулиску. Сделала вот такую петелку. Зигзагом. Сюда будет вставляться шнурочек. Все вот так будет собираться. Хочу еще сделать квадратное дно. То есть вот так скрепить. Ну, в общем, сейчас посмотрю еще. Для того, чтобы его поставить, чтобы он красиво держал форму. И все-таки я внутрь добавила белый ситчик. Потому что просвечивает равномерка. Некрасиво. И мешочек не будет держать форму. Он будет очень мягкий. И в то же время вот эти все швы бы просвечивали. Вот здесь темная ткань. Здесь светлая. И все бы это было внутри видно. Все бы просвечивало. Так, ничего не просвечивает. Но все-таки, мне кажется, этот мешочек не завершен. Мне хочется его украсить. Но буду искать из того, что есть дома. В общем, сейчас найду шнурок. На шнурочек, наверное, обязательно бусинки. Бусинки, наверное, синенькие. Ну, опять же, это я так думаю. А что будет в итоге, не знаю. Потому что я еще не смотрела, что у меня есть. Да, шить я, конечно, не люблю. Но иногда нужно. Ну что, мешочек готов. Вот так я сделала дно. Сложила вот так конвертиком. Сверху вот такой шнурочек. И бусинки. Синие бусинки в цвет не нашла. Были голубые, белые. Белые сливаются. Но взяла вот такие зеленые. Поскольку зеленая тесемочка. Здесь зеленые листики. И пусть будут две зеленые бусинки. Хотела еще пришить вот сюда бисеринки. Либо по краю бисеринки. Но потом подумала. И посчитала, что это будет лишнее. Собственно, для чего мне нужен был такой мешочек. Я уже в него сложила. Там будет храниться синтепух. Я иногда маленькие игрушечки или пинкипы набиваю синтепухом. Много мне его не нужно. В основном его Алина для своих игрушек покупает. А я вот сюда набила. Я, правда, пакет положила. Он шуршит. Хотя, наверное, сейчас вытащу пакет, чтобы не шуршало. Ну, в общем, вот так вот будет у меня храниться синтепух. У меня созрела идея именно для этого. Для чего мне нужен мешок. А потом уже я решила, что он будет в новогодней тематике для того, чтобы мог участвовать в выставке. Ну, все. На этом свое видео заканчиваю. К выставке я готова. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok